Пекка Кунас готовит своего любимчика к выставке ретроавтомобилей в соседней деревне. Бывший пожарный живет в местечке Верцила, на границе с Россией. Доброе соседство продолжалось несколько десятилетий. Ну, теперь все кончено. Те из нас, кто живет здесь, на границе, больше не доверяют России. Это как столкнуться с крупным хищником. На самом деле ты не боишься, но тебе приходится следить за этим хищником каждый день, если ты здесь живешь. Ближайший пограничный переход находится всего в пяти минутах езды от дома Пекки Кунаса. Через него проезжают несколько сотен автомобилей в день. Люди, приезжающие в Финляндию из России, часто используют страну лишь для транзита, для дальнейших поездок на запад. Ведь авиасообщение России со странами ЕС прервано. За мной контрольный пункт финско-российской границы НИРАЛА. Одна из последних дверей для россиян в Европейский Союз. Пока эта дверь открыта, вопрос, как долго? Финляндия теперь хочет изменить свою визовую политику, благоприятную для России, и впускать в страну гораздо меньше россиян. Пекка Кунас считает, что это правильное решение, хотя район, где он живет, с давних пор получал выгоду от российских туристов. На выставке ретроавтомобилей в соседней деревне, куда он приехал, присутствуют только местные жители. Многие здесь поддерживают планы своего правительства. Хорошо, когда простые люди понимают, что за правительство ими руководит. Но если уж совсем откровенно, то каков народ, таково и правительство. Это правильно, потому что здесь одно государство напало на другое суверенное государство. Поэтому нам следует ограничить число россиян здесь и использовать это как инструмент санкций. И, надеюсь, это поможет. Требование запретить въезд российским туристам на Запад не находит понимания со стороны самих россиян. Они уверены, что наказывать всех подряд неправильно. Я не знаю, это удивление. Я 44 года жил, думая, что у меня есть права, а теперь выясняется, что мои права – это привилегии. Мне будет тяжело видеть своих друзей только по зубам. Сокращение числа российских туристов будет негативно ощущаться и в Финляндии, говорит Пекка Кунас, присутствующий на выставке ретроавтомобилей недалеко от российской границы. Но это его не пугает. Важнее то, что мы можем жить в мире совсем рядом с границей и не беспокоиться о том, что приходят оттуда, с непредсказуемого востока. Финляндия уже решила сократить прием заявлений на шенгенскую визу. Но будет ли в итоге существенно ограничен въезд россиян в ЕС в целом, пока не ясно. Никогда добрососедские отношения с Россией здесь, вдоль более чем тысячекилометровой финско-российской границы, уже испорчены на годы вперед.